Ну да, народ собрался. Ну, Zoom как-то он несколько более интерактивный, я гляжу, здесь все-таки не настолько. Возможно, я не так глубоко копался с теми, с другими. У меня у самого не особый коррективный дух, счастье, я именно в одну сторону лекции читал просто. Продолжение следует... Ну, вот там была некая борьба, вообще говоря. Вообще должны были физиографы принять, но там как-то не сложилось немножко. Почти уже приняли, можно сказать. Очень трудно найти референтов в этой области, на самом деле. То есть это такая разнородная тема, что будет видно, что там референтов, фактически, которые понимают о том, о другом не было просто. Ну да, я сам свои вещи оценивать в этом плане, конечно, не могу, субъективно получается. Но у меня такое ощущение, что довольно часто, особенно с междисциплинарными вещами, проблема в том, что если делать что-то более-менее глубокое, нужно, чтобы рециденты были те, кто действительно понимает, как они занимаются постмодернистским комбинированием, просто все в кучу, ну, навалить и сделать что-то по шаблону. Нет, вот... Да, в этом проблема есть, я думаю, с интердисциплиной всегда, что... В общем, там, конечно, я там бился, как только мог, но там нет референтов, которые понимают в этом просто. Ну, одного мы, видимо, нашли, он сказал, что это статья выдающая, все просто, а остальные начинают писать какую-то хинею. Ну, причем друг другу противоречит при этом. Там редактор просто стерялся, уже не знал, что делать. Честно говоря, мне уже... Я в статьях, когда это с большим достаточно, у меня одной больше, одной меньше, большей разницы нет. Ну, да, я понимаю. Аркадий, кстати, в этом плане интересно поступает, ну, и в Бемилю Питовскому, в отличие от остальных авторов, просто-напросто, если из Пирель приходит... Если не принимают сразу, он даже не пытается с ними. Вот, вовремя, вот, академик Абрикосов, ныне покойный, вот он человек специфически был достаточный, вот, ему одно время писали статьи с Физерер Би, нет, из Физерер Би, и он написал такую рецензию, что статья исключительно плохая, поэтому Физерер Би, кстати, публиковать ее ни в коем случае нельзя, но я могу послать, как я говорю, Плэкос. Понятно. Ну, у нас тут время проходит, подходит я по этому, думаю, что мы перейдем к началу заседания. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я бы хотел представить нашего первого докладчика на этой секции. Это Игорь Самуилович Ромсон. В 82-м году Игорь Самуилович закончил Горьковский университет, ну, Нижегородский университет. Его выпускная работа была отмечена золотой медалью на всесоюзном конкурсе таких выпускных работ. В 87-м году защитил диссертацию кандидатскую, я так понимаю, в Институте прикладной физики тоже в Нижнем Новгороде. Ну, а сейчас Игорь Самуилович работает в университете Пенсильвании. Основная, ну, одна, по крайней мере, та деятельность, которая мне попадалась больше на граждан, и которая всегда бывает любопытна, это эффекты самоорганизации в плотных колониях бактерий, ну, и в целом, такие вот живые активные среды. Можно отметить, что в прошлом году Игорь Самуилович получил Александр фон Хумберт, Ресерч Прайс, ну, и сегодня он нам расскажет про плавание янус-частиц в сверхтепущих живкостях. Веду вам. Да, секунду про формат. У нас 45 минут вместе с вопросами, и... Начинайте, пожалуйста. Большое спасибо, Денис. Всем доброго утра. Давайте я сейчас перейду на большой экран. Так, вы их видите сейчас нормально? Да, видно хорошо. Надо сказать, что за всю мою жизнь в бывшем Советском Союзе я много где бывал, но ни разу не бывал в Перми. И вот это вот мой первый визит в Пермь, хотя он виртуальный, но, по крайней мере, он наконец осуществился. Вот сегодня я расскажу о нашей новой работе, которую мы опубликовали с Германом Калмаковым, с City University of New York, в которой можно перевести, как «Можно ли плавать в сверхтекущей жидкости?». Работа опубликована примерно месяц назад в «Физику и в Ресерч». И в ней я попытаюсь связать две, казалось бы, совершенно удаленные темы – это физика живых систем и физика твердого тела. Денис сказал, что я занимался много бактериями, но я еще много чем-то занимался, в том числе и сверхтекущими жидкостями. И вот в какой-то момент я решил, что неплохо бы две эти области знания соединить в одну. И вот сейчас я вам представлю, что из этого получилось. «Матилити», ну, наверное, так по-русски называется, я точно не знаю, но это способность двигаться, это одна из отличительных черт живых систем. И многие живые организмы развили достаточно сложные стратегии для того, чтобы существовать и процветать в сложных условиях. Они могут плавать, ходить, ползать или даже летать. И «Матилити», она нужна для того, чтобы колонизировать новый environment, охотиться за жертвы или избегать предаторов. Извините. «Матилити» также определяется свойствами окружающей среды и сложностью организма. И вообще говоря, «Матильность», она дает несомненно эволюционный, эволюционный, а как анвальчик перевести вот это преимущество, да. Вот у меня вот есть четыре примера, которые я вам хочу показать, что бактерии, которые имеют размер примерно 4 микрона, для того, чтобы плавать в жидкости, они развили, у них существует механизм такой, что они вращают в хеликоидральную флоджелу, водоросли, одноклеточные водоросли, которые несколько раз больше, вместо флоджела используют два волоска, которые называются силия. Еще больше микроорганизм, это инфузория, они покрыты слоем силии, которые двигаются синхронно, и этот микроорганизм двигаются с помощью ВОМ, и рыбы, они двигают хвостом и плавниками для того, чтобы плавать в жидкости. Вообще говоря, для того, чтобы плавать, требуется вязкость. И в зависимости от вязкости микроорганизмы развили, имеют различные стратегии для плавать, и, как вы видите на этом графике, микроорганизм покрывает колоссальный диапазон чисел Ринольдса от 10 минус 5 до 10 в 8. Бактерии, как я уже вам отмечал, они плавают с помощью вращения феликоэгидральной флоджелы, и это делается в прислючительно малом числе Ринольдса, где справедлива теорема Стокса, и требуется нейроприклеционное движение. Большие организмы используют энергию жидкости и двигаются с помощью волнообразных деформаций тела. Но, тем не менее, для того, чтобы плавать, нужна вязкость. И формально невязкой жидкости движение будет невозможным. Даже таких больших организмов, как, например, киты, все равно вязкость нужна для того, чтобы передать момент от тела к жидкости. В последнее время произошел колоссальный прогресс в развитии синтетических пловцов, то есть частиц, которые, в принципе, не копируют механизмы движения живых систем, но, тем не менее, могут двигаться в жидкости с помощью каких-либо механизмов образования одного типа энергии к другому, например, химическую, механическую. Я покажу вам несколько примеров. Это, в основном, это джалная частица, частица, которая состоит из двух половин. Самый такой известный пример, это, он, кстати, был разработан в нашем университете, в Кен-Стейте. Это говт, это бименталлические частицы, половина которых это платина, другая половина золото. Когда эти частицы помещаются в перекись водорода, за счет механизма, который называется self-electrophoresis, они могут плавать со скоростью примерно 20 тонн секунд, сравненно с бактериями. Другой механизм, который, в общем-то, похож на этот, но слегка отличается, тоже требуется каталитическое вложение перекиси водорода, но при этом движение возникает за счет диффузиофорезиса. Наконец, третий механизм, который наиболее важен для моего доклада, это термофорезис. Он существует тогда, когда вы берете частицу, у которой есть две половины, одна, допустим, темная, другая светлая, освещаете ее довольно интенсивным светом, на темной половине происходит нагрев, нагрев приводит к возникновению градиента температуры, и термофорезис, и за счет этого частица начинает двигаться. Надо сказать, что я не только занимался живыми системами и сверховозимостью, также мы еще и сами в моей лаборатории делаем эти частицы. В частности, вот я вам покажу, что мы делали в последнее время. Это мы создавали частицы сложной формы, которые созданы так программируются для того, чтобы выполнять определенную функцию. Вот это два типа частиц, которые мы делали с помощью лазерного среди принтера, который имеет разрешение про отказа цена на метров. Мы печатали гублики, донатс и пропеллеры. Вот их размер порядка нескольких микрон. И для того, чтобы они плавали, мы их функционализировали с помощью платины и никеля, и такие частицы, когда их помещают опять-таки в перекись водорода, они могут плавать и выполнять определенные функции. Вот здесь есть пара примеров. С помощью этих частиц, например, с помощью торов, мы можем сортировать различные типы частиц, мы называем карточастицами, например, сортировать положительные и отрицательные. Как вы видите на этом кино, тор может присоединять к себе порядка сорока каждых частиц и двигать их на достаточно большое расстояние. И также с помощью магнитного поля мы можем их освободить в том месте, где нам требуется. Послал от импульса магнитного поля, мы можем их перевернуть, и она эти частицы с себя сбросит. Но вернемся к жидкому делю. Поскольку я подозреваю, что не все специалисты в теории сверхтекучести, я сделаю небольшое введение. Сверхтекучий гель – это криогенная жидкость, которая становится текучей при температуре, так называемой лямбдо-температуре, которая порядка 2 градусов Кельмена. Ниже температуры лямбдо-температуры гель может рассматривать как смесь нормальной сверхтекучей компоненты, и формально сверхтекучие компоненты имеют нулевую вязкость и бесконечную тепловую проводимость. Тем не менее, если сверхтекучую жидкость очень сильно размешать, то есть когда она достигнет критической скорости, которая опять-таки зависит от температуры, сверхтекучая жидкость становится нормальной. И с точки зрения этой конференции сверхтекучая жидкость может быть рассмотрена как очень неньютоновская жидкость. Это многофазная неньютоновская жидкость с достаточно интересным фазовым переходом. И вообще говоря, как вообще возникла эта идея возможности плавания в сверхтекучей жидкости вообще? Любой плавец живой, естественно, если попадет в жидкий гелий, он мгновенно замерзнет, но по крайней мере он сохранится надолго. Плавать он не сможет. Но тем не менее, сверхтекучей жидкости, они не являются идеальными. У них часто бывают различного рода примеси. Эти примеси могут быть случайными. Например, как кристаллики льда, которые всегда, когда жидкий гелий охлаждают, в нем может замерзнуть вода или еще какие-то другие газы, и они, естественно, там будут находиться. Или в жидкий гелий могут помещать специальные трейсеры, что в последнее время использовалось для визуализации течения жидкого гелия. Эти трейсеры обычно представляют из себя либо кристаллы водорода, смешанного с дейтерием, для того чтобы достичь той же самой плотности жидкий гелий, либо это просто пустые стеклянные частицы, которые имеют плотность, которая близко к жидкому гелия. То есть достаточно часто в жидкому гелии находятся колоидарные частицы. Для того чтобы наблюдать их движение, на них свечет достаточно большой, их освещает достаточно большой интенсивный свет, естественно, они нагреваются. Возникает вопрос вообще, возможно ли термофорезис таких частиц в жидкому гелии. Как я уже говорил, что для того чтобы визуализировать поток, эти частицы совещаются с большой интенсивностью, и нагревание частиц приводит к тому, что жидкий гелий, свежстекучий гелий преобразуется в нормальный гелий, и возникает течение к этой частицы. То есть это вызывает очень большую эффективную сплавовую проводимость. И в результате, как я говорил, тепловая проводимость свежстекучего гелия практически бесконечна, и из-за этого формально нет никакого градиента температуры. Поскольку нет градиента температуры, то, естественно, казалось бы, не должно быть никакого термофорезиса. Более того, свежстекучий гелий, поскольку он обладает нулевой вязкостью, он также не создает никакой силы сопротивления на этой свечице. То есть не происходит, он ее обтекает, не вызывая никакой силы. Эта ситуация, вообще говоря, напоминает несколько ситуаций с свежпроводниками. Если вы соедините параллельно свежпроводник и нормальный металл, и приложите ток, то весь ток потечет через свежпроводник. Через нормальный металл не потечет ничего. То есть формально, если думать, что мы будем нагревать частицу в жидком гелии, то никакого термофорезиса быть не должно, потому что тепловая проводимость жидкого гелия бесконечна. Но ситуация не настолько проста. И вот что на самом деле происходит? Тут надо быть несколько более осторожным, потому что при нагревании жидкого гелия происходят квантомеханические явления, которые приводят к диссипации. И поэтому мы рассмотрим вот такую задачу. Рассмотрим частицу, которая имеет две плавинки. Одна из них темная, которая поглощает свет, а другая светлая, которая в отражает. И поместим ее в жидкий гелий. При облучении этой частицы светом возникают два эффекта. Значит, поскольку темная светица поглощает свет, она старается нагреться, но к ней сразу начинает подтекать сверхтекущая жидкость, которая охлаждает. Но при этом возникает еще один момент. На поверхности, темной поверхности, где происходит поглощение света, происходит преобразование сверхтекущей жидкости в нормальную жидкость, которая оттекает от этой жидкости. И тогда, поскольку возникает нормальная жидкость, то возникает из-за этого ненулевая сила сопротивления, вязкого сопротивления. Для того, чтобы понять, что же на самом деле происходит, надо решить, вообще говоря, достаточно сложную систему уравнений, которая описывает течение сверхтекущей жидкости. Это система уравнений, которая здесь представлена. Она может быть интерпретирована как система уравнений для многофазной ненометонной жидкости. Она описывает две компоненты. Одна из этих компонентов сверхтекущая, а другая компонент и нормальная. И нормальные компоненты, естественно, используются от уравнений типа надвез токса, от сверхтекущей компоненты, которые здесь называются VS, суперфлюид, используется уравнение невязкой с гидродинамики для потенциального течения. Значит, поскольку есть сохранение массы, то изменение полной плотности гелия при температуре ниже температуры рульанды описывается уравнение непрерывности, где роде Т равняет, класс дивергенции же равняется нулю, где поток массы включает поток сверхтекущей компоненты нормальных компонентов. И описывается он уравнением сохранения момента, что производная от потока есть дивергенция от тензора, кинетического тензора. То есть это уравнение в каком-то смысле напоминает уравнение многофатной ньютоновской жидкости, но главное отлично стоит в том, что одна из компонент невязка, которая описывается уравнением для VS. Кинетический тензор представлен, естественно, в таком же виде, как и для любой жидкости. То есть он имеет три компонента, π это давление, то есть это изотропная часть, то есть часть связанная с кинетикой, с кинетической энергией сверхтекущей компоненты, которая помножена на плотность сверхтекущей жидкости, и нормальные компоненты. Значит, в этом описании для простоты я пренебрег складом вязкости, потому что в дальнейшем, как мы будем видеть, что движение нормальной жидкости можно, задачи, которые будем рассматривать, можно принять. Для того, чтобы посчитать силу, которая действует на поверхность, надо спроектировать этот тензор на нормальной поверхности, и тогда мы получим силу, которая действует на поверхность частицы, которая помещена в сверхтекущей жидкости. Окей. Дальше надо учесть, что происходит достаточно интересное квантомеханическое явление, что при нагревании сверхтекущей жидкости происходит преобразование сверхтекущей компонент нормальной компоненту. И описывается следующим выражением, что поток тепла сверхтекущей жидкости равен температуре помноженной энтропии сверхтекущей компоненты и на скорость нормальной компоненты. Здесь Q – это поток тепла, S – энтропия, T – температура, и VN – это скорость нормальной компоненты. Не надо путать все с нормальной поверхностью. И в качестве примера мы рассмотрим следующую задачу. Представим, что у нас сверхтекущая жидкость, которая имеет для компонента, течет под углом нормальной поверхности, к твердой поверхности. На этой поверхности мы прилагаем поток тепла Q, тогда у нас происходит преобразование сверхтекущей жидкости в нормальную. Нормальная жидкость будет течь в направлении от поверхности и из-за сохранения массы у нас, естественно, будет течь сверхтекущая жидкость, будет течь к поверхности. То есть это тот эффект, который я говорил, что при нагревании твердой поверхности она сразу начинает обмываться сверхтекущей жидкости, которую уносит из нее тепло. Теперь если мы воспользуемся законом сохранения, то мы получим, что скорость вершотекущей жидкости из этого выражения, нормальную скорость мы знаем из выражения для потока тепла, то скорость вершотекущей жидкости, которая перпендикулярна к поверхности, равняется отношению вершотекущей плотности к нормальной плотности умножить на скорость нормальной компоненты. И если мы подставим, то получим следующие выражения. Теперь, используя эти два выражения для нормальной и сверхтекущей компоненты, мы можем найти силу, которая л Electric поверхности. У этой силы есть декомпоненты, есть тенденциальные компоненты, которые в параллельной поверхности, есть нормальные компоненты. И подставив, мы получаем, что тенденциальная компонента, она пропорциональна потоку тепла в первой степени. а нормальные компоненты – поток потока тела во второй степени. То есть, если поток тепла очень маленький, то мы можем пренебречь вкладом от компонента силы, которые перпендикулярны к поверхности. Более того, мы можем пренебречь скоростью нормальной компоненты. Это связано с следующими вещами. Сверхтекущая компонента может течь параллельно нормальной поверхности, и, естественно, поскольку она имеет нулевую вязкость, то она может течь в призвольной скорости. Нормальные компоненты, напротив, поскольку она, естественно, нормальная, то ее из условия неприлипания, то ее величина будет самая нуленькая. Поэтому эту величину можно пренебречь при вычислении функциональной силы. В дальнейшем мы будем считать, что поток достаточно маленький, иначе, естественно, при большом потоке сверхтекущая компонента скипит, и поэтому мы будем рассматривать из этих сил, потому что с тем только тенденциальный компонент. Вообще говоря, работать с уравнениями двухфатной гидродинамики для сверхтекущихся очень неудобно, и поэтому в свое время с двумя выдающими учеными, Гинзбургом, Ландаву и Халатниковым, была предложена модель, которая называется моделью Гинзбургом, Ландаву и Халатниковым, естественно, которая описывает движение сверхтекущей жидкости с квантомеханической точки зрения. Здесь в этом уравнении, которое выглядит достаточно сложно, но можно показать, что если записать его для... Давайте я сейчас объясню, что здесь такое. Здесь Псай – это квантомеханический сверхтекущий параметр порядка, Лямбда – это революционный параметр, М – это масса атома гелия, H – постоянная планка, и Н и МюС – это химические потенциалы нормальной сверхтекущей компоненты. Значит, если это уравнение записать для сверхтекущей скорости, которая является градиентом фазы сверхтекущего параметра порядка, то можно из этого уравнения получить уравнение двухфазной гидродинамики, которую мы показывали до этого. Но уравнение в таком виде обладает колоссальным достоинством, потому что оно позволяет описывать возникновение квантовых вихрей. Я вернусь к этому сейчас еще. Это уравнение достаточно неудобно работать, потому что оно весьма сложное, его следует упростить и отнормировать все переменные. Если это сделать после нормировки, оно принимает довольно-таки простой вид, как показано здесь. Номеровка такая, что мы преобразовали, длину мы поделили на ксай, где ксай – это сверхтекущая длина корреляции. В таких обозначениях скорость сверхтекущего компонента – это есть просто градиент фазы, то есть параметры порядка. Плотность сверхтекущей жидкости – это абсолютное значение квадрата параметра порядка. Дальше, решая это уравнение, можно найти сверхтекущую скорость, и определить скорость сверхтекущего компонента, мы можем посчитать силу. Теперь мы рассмотрим частицу и напишем уравнение движения частицы. Они понимают достаточно простой вид – это уравнение ньютона, как мы понимаем, где mp and ip – это масса и момент инерции частицы, а f и t – это, соответственно, сила и торг, которые действуют на эту частицу. И сила и торг могут быть посчитаны из значения тенденциальной силы на поверхности этой частицы, которую мы найдем, решив уравнение гидру-галандау-халатникова, и поставив в эти уравнения, мы получим уравнение для движения частицы. Теперь мы должны решать вместе эти два уравнения – уравнение гидру-галандау для жидкости и уравнение ньютона для движения частицы. Таким образом, мы найдем, как частица эта двигается. Ну, как все это решалось? Значит, это уравнение решалось квазиспектральным методом. Эта система достаточно сложная, которая основана на быстром преобразовании Фурье. Обычно бы использовалось 2000 точек в каждом направлении, в двумерном случае. И система имела порядка 600 значений корреляционной длины, что примерно около 10 микрон в реальных эскетических единицах. Значит, потенциальная сила Пи, которая вычислялась по темной части частицы, была включена в эти вычисления с помощью метода погруженной границы. Вычисления делались на графических картах NVIDIA TITAN 5 GPU, которые, кстати, я получил бесплатно от компании NVIDIA через ее программу донации графических карт. По-моему, программа сейчас переключена. Теперь я представлю результаты вычислений. Что происходит, если поток маленький? Значит, происходит следующее. Ну, примерно то, что должно происходить. Вот здесь вы видите течение сверхтекучной жидкости. Как мы видим, что она оттекает в холодную часть части частицы и подтекает в горечь часть частицы. И здесь, естественно, сверхтекучная жидкость текает в частицу, и при этом ее границы нормально вытекают. То есть, при этом внутрь частицы сверхтекучной жидкости, естественно, не проникает. Это более-менее согласует с тем, что мы представляли уже заранее. И теперь мы посмотрим, что же происходит, если мы увеличиваем поток тепла. Здесь поток тепла отнормирован на такую величину, чтобы делать его безразмеренно. И скорость показана как функция потока тепла. Что мы видим? Что в течение потока тепла частицы двигаются еще быстрее и быстрее, пока не достигнет некого ктического значения, которое, в принципе, все еще достаточно маленькое, Q еще достаточно маленькое, но при этом происходит что-то, нечто иное. Возникает осцилляция. То есть, движение постоянной скоростью становится неустойчивым. Здесь я вам покажу кино, которое было получено с помощью компьютера. Вы видите, что частица, вот она здесь пока с синей областью, она начинает ускоряться. Потом она делает что-то совершенно невероятное. Она начинает двигаться скачками. Из него вылетают какие-то... такие голубые точки. Сейчас я объясню, что это такое. Происходит вот что. Есть несколько моментов, которые следует обратить внимание. Частица начинает ускоряться. Если тепловой подкладочный большой, ускоряется до тех пор, пока сверхтекучая скорость не достигнет ктического значения, который обтекает эту частицу. Когда она достигает ктического значения, возникает неустойчивость. Эта неустойчивость приводит к тому, что из частицы начинают излучаться квантовые вихри, которые видны как голубые точки. Более того, поскольку излучаются вихри, частица резко замедляется. Это такое дисципиационное событие. Когда она начинает замедляться, она начинает излучать звуковые волны. Не надо забывать, что это сверхтекучие, это сжимаемое. То есть возникают звуковые волны, которые называются вторым звуком. Эти волны распространяются в системе. И они же сами взаимодействуют с частицей и приводят к тому, что они начинают случайно могут заповорачиваться. После излучения волн она резко замедляется, а потом начинает снова ускоряться. То есть возникают релаксационные колебания, которые сопровождаются излучением вихрей и распространением ударных волн второго звука. Если посмотреть, как меняется скорость и отличиеся как функции времени, то видно, что возникают релаксационные колебания. Здесь достаточно длинные симуляции в релаксационном автогенераторе. А траектория частицы показывает достаточно сложное поведение. То есть она двигается как-то квазислучайно. Второй вопрос, который можно изучить, это что происходит с двумя частицами. Происходит с ними довольно интересное явление. Вот здесь в этих симуляциях запущены параллельно друг к другу и происходит нечто очень интересное. То есть, как вы видите, происходит вначале, я еще раз играю, они начинают друг к другу приближаться. Потом возникают эти дисциплинационные явления, возникают векли, и они начинают отталкиваться. То есть взаимодействие между этими частицами очень сложно. То есть, можно понять следующее, что начальное притяжение – это эффект Бернолли, как притяжение между кораблями, которые двигаются к кораблям друг к другу. Поскольку здесь число реноллица очень маленькое, эффективное число реноллица, то, естественно, это эффект, связанный с эффектом Бернолли. Но затем, когда частицы разгоняются, возникает излучение веклей, и в среднем они поворачиваются друг от друга и удаляются. У меня еще есть сколько-то минут, еще минут пять. Но я скажу, что еще пару вещей, о которых я хочу рассказать, что, в принципе, можно понять, что происходит с помощью достаточно простой модели. Если мы отличаемся от решения уравнения Халатникова-Янгу-Галандау, то можно записать упрощенную модель, которая описывает движение, скорость частицы, где она обращается випи, или скорость верхней кучи жидкости, которая соединена по периметру частицы. И эти частицы, это два связанных уравнения ньютона, до скорости випи и мвс. И они записаны в таком простом виде, что первое уравнение, которое у нас уже и было, что это скорость, которая стоит ускорение частицы. Это и есть трение, вязкое трение, плюс сила, которая зависит от сверхтекучей жидкости, от сверхтекучей скорости. А сверхтекучая скорость, в свою очередь, сама зависит от нормальной скорости. Дальше, если использовать разложение двух этих функций в ряд, и взять только сам несколько разных разложений, то, я не буду вдаваться в детали, то можно получить, что скорость частицы будет показывать такие колебания. Регляционные колебания, которые очень напоминают то, что мы видели в фронных симуляциях. Еще у меня есть два слайда, которые я хочу закончить. После всего, что я вам показал, вообще, я имею в виду смысл сделать оценки, что же на самом деле происходит. В экспериментах, которые делают сверхтекучим гелием, типичное значение теплового потока, которое еще не приводит с герпанией этой жидкости, обычно порядка 1 Вт на сантиметр квадратный. И если отойти от температуры перехода от порядка 1 сотой дегри Кельвина, что вполне легко реализуется в условиях эксперимента, то для частицы радиуса порядка 10 микрон мы получим скорость, которая, вообще говоря, исключительно большая, 19 сантиметров в секунду, что это намного порядка больше, чем, например, чем может плавать человек в редкости. То есть это невероятно большая скорость. То есть для частицы, которая порядка 10 микрон, движется скорость 70 сантиметров в секунду и это колоссальная скорость. И это неудивительно, потому что движение происходит фактически в невязкой среде. Следующая, последняя вещь, о которой я хочу сказать, что я говорил много с экспериментаторами, и они, конечно, не особо им эта идея нравятся, потому что эксперимент на самом деле очень сложный. Есть следующие сложности, которые... Во-первых, сверхтекучий гелий очень легкой жидкости. Он имеет плотность, которая 1,8 плотности воды. И поэтому большинство твердых материалов, из которых мы будем делать частицы, они просто в нем потонут. Наиболее многообещающими кидатами являются полые сферы, которые, как ни странно, можно купить просто на интернете. И такие частицы, они имеют размер от 1 до 10 микрон, и имеют плотность в размере... плотность в районе порядка 1,8 грамма, что вполне подходит для этого эксперимента. То есть, они будут нейтрально плавающими. жидкий гелий будет проникать через эти сферы, но проникновение займет порядка 10 часов, что вполне достаточно для выполнения такого эксперимента. Ну и последний момент, как сделать такие частицы, ну как вы уже видели в начале моего доклада, сделать их достаточно легко, и даже я могу делать в моей лаборатории. Они могут быть сделаны с помощью осаждения металлов, которые необходимы для этого эксперимента, например, никеля, плачин или золота. Просто в камере, которая саждает, называется, прямое осаждение в том направлении, которое ты видишь. То есть, можно садить только на одну половину, а другая не будет покрыта этим металлом, и таким образом мы получим явно частицы. И такие частицы могут быть использованы как пробы для состояния геля, сперсекущего геля. Ну, на этом я хочу закончить и готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Вопросы какие-то есть для аудитории. У кого есть микрофон, включайте микрофон, а если микрофона нет, то пишите в чат. Один вопрос можно? Да, конечно. Можно, пожалуйста. В том примере, где моделировались две частицы, расчетная область была достаточно небольшая. Это хорошее замечание. На самом деле, это не расчетная область. Это область, которую я показал, просто сейчас я покажу. это вот это вот эту метель, да? Это примерно 1,20 от нее. То есть, влияние границы было исключено? Границы периодически. Ага, спасибо. То есть, на самом деле, просто это я показал, потому что, если я покажу всю область, то вы фактически там ничего и не увидите, просто потому что эта область очень большая. Еще, пожалуйста, вопросы. У меня пару вопросов, может быть, будет, но больше на понимание для самого себя. Вот, вернее, даже не вопросы, а комментарии. На первом слайде, когда речь шла про плавающие объекты, про то, что критически важна вязкость для плавания. Вот здесь, да. Ну, да. Если я верно помню, уравнение эллера обтекание будет, ну, не вязко, уравнение эллера, ну, другого виду. Обтекание будет без возникновения силы в бесконечной области, а в этом смысле наличие любой поверхности, оно изменяет ситуацию. То есть, вот это вот то, что нет силы, которое бы приводило к движению направленному, оно все-таки для бесконечного объема вроде как. И в этом смысле... Ну, наверное, да. Мы не будем... ...эллера не исключать. Да, если мы рассмотрим очень большую систему, то, если нет вязкости, то он никак не будет, я думаю. Потому что все будет очень скользко. надо же, чтобы передать момент жидкости, надо, чтобы было сопротивление на поверхности какое-то. А если его нет, то там будет условие, что тенгенциальный компонент может быть какая угодно, да? Но дело в том, что эти объекты могут начать генерировать поверхностные волны, и с этими колонами можно перенесить. Ну, безусловно, такие вещи тоже возможны, но это уже другой механизм будет. Ну, да, я вот просто оговориться про то, что... Если жидкость находится в объеме, нет открытой поверхности, то тогда поверхностные можно генерировать нельзя. И вот в соответствии с этим, если возвращаться к задаче оправления частицы, ну, такое вот больше переосмысление, ну, вернее, осмысление и интерпретация для себя, вот если мы изолируем частицу вместе с какой-то окрестностью ее, так, чтобы она у нас вместе с этой окрестностью оказалась полностью в сверхтекучей жидкости, ну, то есть снаружи была только сверхтекуча жидкости. Ну, из тех же самых соображений эта система как целая, она не будет, ну, то есть она не будет сдвигаться, у нее никакое движение не будет возможно. И с этой точки зрения, вот то, что вы показали, наверное, можно рассматривать такой пример идеального реактивного движения, то есть здесь реактивное движение реализуется настолько же идеально, насколько оно реализуется в вакууме, или это не совсем так, потому что вроде бы как... не совсем так, потому что происходит преобразование сверхтекучей жидкости в нормальную, и за счет этого возникает сопротивление. Да, это безусловно, но если смотреть на эту систему как на черный ящик, то есть вот как только мы объединим, ну, вот если мы течение в обычной жидкости, допустим, реактивного какого-то объекта будем рассматривать, у него будет сопротивление. С этой стороны обычной жидкости, ну, и какие-то силы действуют. Так или иначе, то есть мы не сможем считать, что импульс самого нашего плавающего средства, он такой же восточности до знака, как импульс всего, что он изрядный. Тут несколько сложнее на самом деле, потому что это вот эти вычисления, которые я вам показал, они сделали приближение, что нормальная жидкость не двигается. То есть если рассматривать такие задачи, когда все двигается, а нормально не двигается, тут возникает еще взаимное трение между ними. Надо быть более осторожным. Ну, нет, нормальные компоненты, она как раз об нее-то будет тереться все это. Нет, это безусловно, да, я понимаю, но это детали, так сказать, нормальные двигались тоже вместе с этой областью. То есть надо, чтобы сверстекучий двигался, сейчас с яицей, нормальные компоненты двигались, сейчас с яицей. Это несколько другая задача уже. Ну, это как бы вопрос количественных вычислений уже с конкретными приближениями, но в целом-то ведь концептуально, если у нас не будет, ну, то есть вот, если мы эту частицу вместе с ее окрестностью изолировали, вместе со всем, что она извергла, то у этой штуки импульс обязан оставаться нулевым. То есть эта штука не будет испытывать задать явление. если она двигается между нормальной жидкостью, значит будет трение в нормальной жидкости. с точки зрения, все, что он сила, ну, полностью достигнутся. Ну, это так, для того, чтобы... Какие там вопросы еще есть? Комментарии? Еще один вопрос, если можно. Пожалуйста. Скажите еще пару слов о приложениях этих технологий, если... Как вам сказать? Вот больших приложений, конечно, вот я сейчас не вижу. Приложения, которые я вам рассказывал, что это... Дело в том, что при измерении скорости жидкого гелия, то используются трейсеры, которые нагреваются. И никто никогда не обращал внимания, что они, например, могут еще и плавать сами по себе. То есть, сверхтекущие... Вот такие коллоиды, которые используют... Которые покрыты, допустим, янушесколлоиды, они могут использоваться как пробость в состоянии этого гелия. То есть, из-за вычисления их скорости можно, например, определить содержание сверхтекущих компонентов. То есть, вот... Насколько большая польза народному хозяйству, я не могу сказать. То есть, меня эта задача больше интересовала как интересная реализация вот таких систем, которые известны в физике живых систем в теории твердого тела. Хотя я не удивлюсь, что через такое... Возможно, что появится приложение, потому что сверхтекучие гелий системы исключительно точные и претензионные. то есть, возможно, такие частицы можно использовать для каких-то измерений. Например, для измерения интенсивности света хотя бы. Спасибо. Просто сразу возникали какие-то мысли о, может быть, очистке некоторых объемов с помощью неких управляемых частиц такого масштаба. Это фантазии просто. Нет, там всегда в твердотекущем жидкости есть какие-то примеси. Например, вот частицы льда и, конечно, можно таким образом почистить. Есть, конечно, приложение совершенно фантастическое, но очень удаленное. Вот, когда человечество достигнет таких вот высот развития, что сможет достичь нейтронных звезд, а в нейтронных звездах вещество сверхтекущее, вот им потребуется там плавость, вот тогда, вот, конечно, вот эта работа будет иметь большой значение. Но я думаю, что это очень удаленное будущее, если вообще возможно. Хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Я думаю, что мы со следующим докладом не должны, по крайней мере, раньше времени начинать на случай, если кто-то подойдет конкретно 9.45. У нас еще несколько минут остается. большое спасибо за очень интересное интересное и расширение тематики. Большое спасибо за приглашение и успех, успех в вашей замечательной конференции. Спасибо. вам, по-моему, вам тоже. Хорошо, до свидания. Спокойной ночи. Спасибо. Я думаю, Борис Анатольевич Косков, он подготовил видео, которое организатор запустит, когда придет время. И Борис Анатольевич при этом с нами, да? Да, меня слышно? Да, вас хорошо слышно. Я коротко представлю вопрос. Следующий наш вопрос. Вы хотите рассказывать или видео показывать? Как вы предпочитаете? Наверное, так сказать, лучше показать видео. Я пару слов скажу перед видео. Хорошо. Наш следующий докладчик Борис Анатольевич Москов из Санкт-Петербургского государственного университета Института химии. Основное направление исследования научной группы его это поверхностные явления в сложных жидкостях. Теоретические работы относятся прежде всего к распространению поверхностных в этих системах. В экспериментальных работах используются методы диватационной поверхностной реологии, а также оптические методы и зондовая микроскопия. Причем вот эти направления в настоящее время начали развиваться благодаря тому, что Борис Анатольевич и его группа занялись этим раньше других. Они имеют очень хорошее задел и сопережение в этой области двигаются с некоторым. То есть они одним из передовых исследователей данных направлений являются. Я предоставляю вам всего. Спасибо. Борис Анатольевич. Можно сказать несколько слов? Прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность выступить докладом на столь представительной конференции. В нашей лаборатории Института химии Санкт-Петербургского государственного университета мы уже долгое время занимаемся поверхностной вескоупругостью. Естественно здесь возникает связь с механикой сплошных свет и нам приятно, что эту связь видим не только мы но также и специалисты в области механики. Поэтому я в общем-то сразу согласился когда Алексей Иванович Мизев предложил мне сделать доклад. Не особенно надеясь на технические средства я подготовил презентацию с озвучиванием и надеюсь, что вам сейчас ее покажут. И заранее извиняюсь, что здесь слишком много химических проблем. Дорогие, мои коллеги, хорошо известно, что при описании течения жизнеде свободной поверхности необходимо учитывать поверхность наверх. Сразу возникает вопрос, какие поверхностные свойства необходимо учитывать. где-то примерно до середины прошлого века ответ на этот вопрос был очевиден. Учитывалось только поверхностное натяжение. Но дальше оказалось, что если в системе имеются поверхностно активные вещества, то учет только поверхностного натяжения может привести к большим ошибкам. Если амфифильные вещества, то есть вещества, содержащие и гидрофильную, и гидрофованную часть, влияют на течение жидкости, то возникает и второй вопрос. Какую физико-химическую или химическую информацию можно получить, определяя характеристики течения жидкости? Этот вопрос крайне важен для физической химии поверхностных явлений, поскольку в этой области науки набор экспериментальных методов крайне ограничен. Сейчас мы попытаемся как-то наметить ответы на эти вопросы, и в основном мы будем обсуждать поверхностные явления в сложных жидкостях. Попытаемся проследить, где это возможно, связь с гидродинамическими задачами. Физическая химия поверхностных явлений это довольно старая область науки. Одно из основных соотношений для капиллярного давления, то есть для разности давления между двумя соприкасающимися фазами. Было получено еще в самом начале 19 века Лапласом и Юнгом. В этих соотношениях основная величина это гамма поверхностное натяжение. И можно сказать, что в 19 веке химия поверхностных явлений фактически сводилась к изучению поверхностного натяжения. В 20 веке мало что изменилось. По-прежнему поверхностное натяжение это основная величина, но стали развиваться также и другие методы исследования поверхностных явлений и раньше всего по-видимому измерения поверхностной сдвиговой вязкости. В условиях крайне ограниченного набора экспериментальных методов естественно было бы использовать поверхностные волны. Но такая возможность появилась только во второй половине 20 века после того как был выяснен механизм влияния поверхностно активных веществ на течение жидкости в частности на поверхностные волны. И здесь основную роль сыграли работы Вениамина Григорьевича Левича. До Левича при описании поверхностных волн между двумя флюидными фазами использовали следующие кривые условия. Здесь индексы 1 и 2 относятся к двум существующим фазам и считалось, что скорость жидкости и нормальная компонента напряжения меняются непрерывно при пересечении межфазной границы извините тангенциальная компонента и скорость жидкости меняются непрерывно, а нормальная компонента претерпевает скачок равный капиллярному давлению. Основная идея Левича состояла в том, что если в системе есть ПАФ, то возникает также тангенциальная поверхностная сила, пропорциональная градиенту поверхностного натяжения. Течение жидкости под влиянием поверхностного натяжения вообще говоря рассматривалось еще и до Левича. В 19 веке эти явления изучал Карло Марангони, но об этих работах в общем-то благополучно забыли. И в 60-е годы прошлого века теория распространения капиллярных волн в растворах поверхностно-активных веществ многократно проверялась. И оказалось, что в первом приближении эта теория согласуется с экспериментальными данными. При этом краевые условия для волн малой амплитуды стали записывать в несколько иной формы, выражая тангенциальную силу через поверхностные реологические свойства. Реологию поверхностной жидкости можно построить по аналогии с реологией объемных фаз. Можно выделить сдвиговые напряжения, соответственно, сдвиговые поверхностные свойства, и можно рассматривать деформации всестороннего растяжения, сжатия, и выделить дилатационные поверхностные свойства. В случае определения сдвиговых поверхностных свойств возникают трудности, связанные с необходимостью разделить напряжение, поверхностные напряжения и эффект объемной фазы. Такой проблемы нет в случае дилатационной поверхностной реологии. И более того, дилатационная поверхностная реология отличается от реологии растяжения, сжатия, объемной фазы в том, что сжать и растянуть поверхность относительно легко. Если для того, чтобы измерить, скажем, вязкость растяжения, сжатия объемной фазы, нужны огромные напряжения, то в случае поверхностной реологии этой проблемы нет, поскольку поверхность, поверхностный слой может обмениваться веществом с объемной фазой. Если рассматривать волны малой амплитуды, то смещение гидродинамических частиц можно разложить на компоненту, связанную с нормальным смещением, то есть нормальное освещение и тангенциальное смещение кси. И тогда поверхностные силы, поверхностные напряжения можно записать в следующем виде, где эпсилен это динамическая дилатационная поверхностная упругость. Она содержит в общем случае вклад и от растяжения сжатия и от сдвига. Но обычно, если в растворе есть только низкомолекулярные вещества, то сдвиговым вкладом можно пренебречь. Если использовать это соотношение, то решение соответствующей краевой задачи приводит к следующему дисперсионному уравнению для поверхностных волн. Это комплексное уравнение. Для нас сейчас важно, что в это уравнение входит два поверхностных свойства. Это поверхностное натяжение и комплексная динамическая поверхностная упругость. О поверхностном натяжении многое известно, а вот динамическую поверхностную Стали изучать только где-то после 60-х годов прошлого века. В случае инфинитоземальных деформаций связь между откликом системы на малое растяжение сжатия, откликом, то есть инкрементом поверхностного натяжения, эта связь определяется следующим интегральным соотношением, куда входит поверхностная функция релаксации. Если применить преобразование Фурье, то получается линейное соотношение, где возникает комплексная динамическая поверхностная пропасть. Если используются гармонические колебания, то поверхностная упругость просто равна отношению комплексных амплитуд поверхностного натяжения и относительного изменения площади поверхности. Динамическая поверхностная упругость связана с процессами, происходящими в поверхностном слое и, очевидно, со структурой поверхности. И хотелось бы сказать, что в динамической поверхностной упругости содержится вся химия поверхности. Но на самом деле ситуация более сложная. Когда появилось дисперсионное уравнение, то возникла надежда, что поверхностную упругость с помощью капиллярных волн можно измерять в широком диапазоне частот. К сожалению, эти надежды не оправдались. Во-первых, основные релаксационные процессы в растворах поверхностных активных веществ, они характеризуются довольно большими временами и областью частот меньших, чем частоты капиллярных волн. Во-вторых, коэффициент залыхания капиллярных волн достаточно сложно зависит от поверхностной упругости и чувствителен к поверхностной упругости в сравнительно небольшом интервале значений поверхностной упругости. И, наконец, в-третьих, уже в самом конце прошлого века было обнаружено, что если исследовать капиллярные волны с помощью динамического рассеяния света, то вязкость часто оказывается отрицательной. После этого, естественно, последовала серьезная дискуссия о природе этого явления, но до сих пор эти данные объяснить не удалось. И в последующем динамическую поверхностную упругость стали в основном измерять с помощью низкочастотных методов. На следующей схеме представлены области частот, соответствующие различным экспериментальным методам. И вот уже в нашем веке в основном динамическую поверхностную упругость определяют при частотах меньше где-то примерно 1,1 Гц. К сожалению, у нас сейчас нет возможности обсуждать экспериментальные методы. И я только приведу несколько простых и самых популярных примеров. В случае метода осциллирующего барьера, барьер скользит вдоль поверхности жидкости, вперед и назад, изменяя площадь поверхности. И соответствующие изменения или клебания поверхностного натяжения определяются с помощью пластинки Вильгельми. В случае метода осциллирующей капли, капля меняет свой объем и, соответственно, площадь поверхности. И колебания площади поверхности позволяют определить колебания, соответствующие колебания поверхностного натяжения. Когда была выяснена важная роль динамической поверхностной упругости, то, естественно, стали появляться модели, позволяющие рассчитать эту величину для различных систем. Первая модель для самого простого случая, когда при сжатии или растяжении поверхности происходит диффузия молекул ПАВ из объемной фазы к поверхности или в обратном направлении. Такая модель была предложена в 1967 году Лукасеном и Хансеном. И в соответствующем соотношении ТАО-ДИ – это характеристическое время диффузии к поверхности или от поверхности. Уже в это время было известно, что процессы адсорбции и десорбции могут быть затруднены из-за существования некоторого адсорбционного барьера. Поэтому следующий шаг заключался в учете этого эффекта. И в соответствующем уравнении ТАО-ДИ – это характеристическое время собственного процесса адсорбции, связанное с генетическими коэффициентами процессов адсорбции и десорбции. Эти соотношения могут быть применены только для очень разбавленных растворов поверхностно-активных веществ, когда в растворе нет агрегатов мицелл. Сами мицеллы не обладают поверхностной активностью, но они могут участвовать в процессах адсорбции и десорбции. И если характеристическое время их распада или образования ТАО-2 близко к периоду осцилляции, то в этом случае можно использовать следующие соотношения для динамической поверхности и пробости – для действительной части, для мнимой части. В этом случае после образования мицелл поверхностная упругость довольно быстро уменьшается при увеличении концентрации, что приводит ко второму максимуму коэффициента затухания капиллярных волн. И из таких данных можно определить генетические коэффициенты мицеллообразования. Отметим, что до сих пор мы обсуждали результаты, полученные в 20 веке. Все они относятся к растворам низкомолекулярных ПАВ. Но в начале нашего века физической химии поверхностных явлений произошли значительные изменения. Одно из этих изменений связано с тем, что стали интенсивно изучаться системы, содержащие макромолекулы, прежде всего биомакромолекулы. Однако первая модель для ацепционных пленок линейных гибкоцепных амфифильных полимеров была предложена еще в самом конце прошлого века. В этом случае поверхностный слой можно разделить на ближнюю область с толщиной примерно порядка размеров вономеров и дальнюю область, область хвостов и петель. Поверхностное натяжение определяется концентрацией ближней области. При достижении сжатия поверхности макромолекулы втягиваются в ближнюю область или выдавливаются с нее. Это может происходить как в результате движения молекул как единого целого или в результате релаксации внутренних напряжений в молекулах. И все это приводит к следующему соотношению для динамической поверхностной упругости, куда уже входит много времен релаксации. Но в качестве первого приближения можно использовать только два слагаемых, соответственно, два времени релаксации. Эти времена связаны с характеристиками полимеров, с размерами сегментов, с силой трения, действующей на сегменты и с некоторыми другими параметрами. В случае абсорбции амфифильных полимеров они вначале имеют плоскую конформацию, при этом поверхностная упругость увеличивается по мере увеличения концентрации, но затем начинают образовываться петли и хвосты, и возникает новый релаксационный процесс за счет обмена сегменты между двумя частями поверхностного слоя. В результате поверхностная упругость уменьшается. И здесь на слайде представлена генетическая зависимость для динамической поверхностной упругости раствора N-изопропилакриламида. Здесь вот виден максимум, и при приближении к равновесию поверхностное натяжение стремится к малым значениям. Такого рода зависимости были получены для многих растворов полимеров, и в частности они получаются также для микрогелий, то есть для микро- и наночастиц, состоящих из нескольких полимерных цепей, сшитых ковалентными связями. В этом случае также получается зависимость динамической поверхностной упругости от времени адсорбции или от поверхностной концентрации с отчетливым максимумом. Это означает, что цепи внешней оболочки также образуют петли и хвосты, то есть при малых деформациях пленка микробелия везет себя как гибкоцепной полимер. Таким образом мы перешли к обсуждению свойств гетерогенных поверхностных пленок. Важно подчеркнуть, что исследование гетерогенных поверхностей – это основная особенность химии поверхности в 21 веке. Возможность исследования гетерогенных поверхностей появилась после создания нескольких новых методов исследования в последнее время. В 20 веке в основном рассматривались растворы низкомолекулярных хвостов. В этом случае трудно представить, что поверхность очень разбавленного раствора, объемные свойства которого совпадают со свойствами воды, скажем, то эта поверхность может быть гетерогенной. Однако в самом конце 20 века было показано, что это возможно. Если же в системе существуют макромолекулы или биомакромолекулы, то это достаточно частный случай. Кроме того, в последние годы для стабилизации пены эмульсий стали использовать микро- и наночастицы. И это также привело к исследованию гетерогенных поверхностей. Во всех этих случаях поведение системы оказывается более сложным. Для примера рассмотрим относительно простую систему с гетерогенной ацепционной пленкой, то есть дисперсию силикатных наночастиц. Такие частицы не обладают поверхностной активностью, но если в раствор добавить немножко катионного ПАФ, то ПАФ ацербируется на поверхности частиц и уменьшает их заряд. В результате наночастицы становятся поверхностно активными, если, скажем, концентрация ПАФ в объеме превышает 1 микромоль. Если концентрация ПАФ не слишком велика, то есть частицы по-прежнему оказываются отрицательно заряженными, то кинетические зависимости поверхностной упругости имеют форму, представленную на рисунке. То есть поверхностная упругость монотонно растет вплоть до значений порядка 40-50 миллиньютонов на метр. Но если концентрация ПАФ, то есть, значит, заряд наночастиц превышает некоторое критическое значение, то ситуация резко меняется. ПАФ может увеличиваться до очень больших значений, многие сотни миллиньютонов на метр. И кроме того, она становится плохо воспроизводимой. Если используются разные методы, то можно получить различные значения поверхностной упругости. Полученные результаты можно объяснить, если предположить, что в результате взаимодействия частиц на поверхности вначале образуется монослой. При сжатии хрупкая пленка ломается и возникает бислой. Потом поверхность расширяется и возникают области непокрытые наночастицы. И тем самым адсорбция наночастиц продолжается в эти незаполненные области. Затем снова происходит сжатие. Бислой занимает большую площадь и так далее. В конце концов, можно получить три слои и слои с большей толщиной. И такие слои, естественно, характеризуются высокой поверхностной упругостью. Такая интерпретация полученных данных подтверждается с помощью микроскопии при угле брюстера. Перед началом колебаний поверхность совершенно однородна. Несмотря на то, что она покрыта адсорбированными частицами. И при концентрациях меньше некоторого критического значения она продолжает быть однородной при колебаниях. То есть мы не видим никаких изменений. Но если концентрация превышает критическое значение, то после введения колебаний пленка разрушается. И на микрофотографиях явно видны осколки этой пленки. Причем по мере преувеличения циклов растяжения и сжатия эти осколки становятся меньшими по размерам. Что, в общем-то, согласуется с приложенной интерпретацией. Еще один пример гетерогенных ацсорбционных пленок – это пленки белков. То есть мягких наночастиц. Надо сказать, что мягкие наночастицы имеют больше применений. И в настоящее время исследовано больше систем, содержащих мягкие наночастицы. Давно было известно, что биохимическая активность белков в поверхностном слое отличается от активности в объемной фазе. Это еще работа, так сказать, начала XX века. Поэтому долгое время считалось, что глобулярные белки в поверхностном слое разворачиваются. Сомнения в этом предположении возникли только в конце XX века после использования методов отражения нейтронов от поверхности. Но до сих пор этот вопрос не решен. И какого-то однозначного мнения, какое-то мнение однозначное в литературе отсутствует. Использование поверхностной реологии, определение динамической поверхностной упругости позволяет дать ответ на этот вопрос. Кинетические зависимости динамической поверхностной упругости для белков глобулярных, они похожи на зависимости для наночастиц и сильно отличаются от соответствующих зависимостей для неглобулярных белков. Если глобулярным белкам добавить какой-то динаматурант, скажем, гидрохлорид гуанидина, то при низких концентрациях динаматуранта изменения очень небольшие, связанные с изменением ионной силы раствора. Но после превышения некоторой концентрации возникают максимумы на кинетических зависимости поверхностной упругости. И поверхностная упругость ведет себя так же, как для неглобулярных белков. То есть речь идет о разворачивании глобул, что подтверждает, что если нет динаматуранта, то глобулярная структура белков сохраняется. К сожалению, наше время не позволяет рассмотреть другие частные случаи. И в заключении я только перечислю несколько систем с гетерогенной поверхностью, которые исследовались в последнее время. Прежде всего, это растворы комплексов полиэлектролитов и ПАВ. Здесь очень много работ. И оказывается тоже, что при достижении некоторой критической концентрации в системе возникают наночастицы из комплексов полиэлектролитов и ПАВ. И это хорошо видно с помощью измерений динамической поверхностной упругости. Дальше это системы агрегатов белков. Здесь наверху представлена пленка амилоидных фибрил для бета-лактоглобулина. Внизу тоже бета-лактоглобулин, но агрегаты примерно сферической формы. И образование такой пленки сильно сказывается на динамических поверхностных свойствах. И пленка тем самым оказывается гетерогенной. Еще один пример – это пленки фуллерена или производных фуллерена. Они характеризуются образованием агрегатов в поверхностном слое, которые легко обнаруживаются с помощью нескольких экспериментальных методов, и, наконец, пленки ДНК или комплексов ДНК с катионными полимерами. В этом случае на поверхности образуется некоторая сетка, созданная несколькими молекулами ДНК вместе с соответствующим полимером. Также можно было бы привести в качестве примера комплексы белков с наночастицами, комплексы белков с поликтролитами и поверхностно-активными веществами. И также исследуются пленки легочных ПАВ, тоже оказывающиеся гетерогенными. И, таким образом, для характеристики поверхности жидкости при небольших отклонениях формы поверхности от плоскости, в общем случае, если поверхность не гетерогенна, то необходимо пять параметров. Если же поверхность оказывается гетерогенной, а таких примеров оказывается очень много, то в этом случае поверхностные свойства могут меняться от точки к точке при перемещении вдоль поверхности. И, в общем случае, здесь необходима информация уже о локальных поверхностных свойствах. На этом по видео можно закончить. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Борис Александрович. Есть у аудитории какие-нибудь вопросы? Повторюсь, можно писать в чат, если микрофон нет. Вот у меня небольшой вопрос возник по поводу 8-9 слайда, там, ну, скорее даже 9-го, правда, это больше может быть, немножко, может быть, уход в сторону, но тем не менее любопытно. Когда там упоминалось о динамической области, то, что эксперименты... Отпишу прощения. Борис Анатольевич, вы меня слышите? Да, да, я слышу. Почему-то остальные пишут, что звук не идет. Нет, вот сейчас я слышу, хорошо. Ну, да, это, видимо, индивидуальные проблемы чьи-то, потому что люди пишут, что идет звук. А, ну, не вообще. Ну, видимо, нужно перезагрузить тем, у кого звук пропал. Время от времени приходится перезагружать эту страницу, когда проблемы начинаются, и все восстанавливается. Так вот, я хотел спросить по поводу вот этих вот экспериментов с динамической областью. Вы упомянули, что при высоких частотах там получались некоторые результаты, которые не вполне удавалось объяснить, и ушли просто-напросто в экспериментах для измерения, используя эксперименты при низких частотах. А я хотел узнать, не было ли попыток использовать, например, теорию Мандельштама Леонтовича для описания этих вещей. Я просто в двух словах напомню, что это, поскольку не все могут быть знакомы. Она не предполагает понимание физики процесса теории Мандельштама Леонтовича, она просто предполагает, что у нас для электричных термодинамических величин может не успевать происходить реваксация к термодинамическому равновесному состоянию, и вводится отброс-напросто в время, как феноменологические параметры, время реваксации к термодинамическому равновесному состоянию, и это позволяет, конечно, работая с системой как с черным ящиком, не понимая природу этой реваксации, но тем не менее, очень хорошо мне, как в случае, человек описывает результат в частности с задуханием звуковых волн и так далее. Вот тут не было попыток согласования чем-то подобным объяснить, ну, для описания конкретно. Да, конечно, вот аналог теории Мандельштама Леонтовича, он использовался, и вот некоторые показанные соотношения, они получены примерно таким же способом, как и Мандельштама Леонтовича, так сказать, но, к сожалению, так сказать, вот объяснить отрицательную вязкость, таким образом невозможно. То есть, можно показать, что в любом случае отрицательная вязкость противоречит второму началу термодинамики. Но, тем не менее, вот она получается в некоторых экспериментах во многих группах, так сказать, и сейчас, в общем-то, сложно сказать, либо это какой-то экспериментальный артефакт, либо есть какие-то принципиальные сложности при описании капиллярных волн, и возможно, что вот представленное диспетрационное соотношение, оно не совсем верно, оно что-то не учитывает, так сказать. Но, к сожалению, пока решения нет этого вопроса. Спасибо большое. Где-нибудь вопрос еще? Аудитория есть? Да, добрый день, Межев Алексей Иванович. Борис Анатольевич, а вот такой вопрос. Вот когда уже Вы рассказывали про сложные длинные полимерные молекулы, учитывается ли в каких-то, необходимо ли учитывать ориентационные эффекты, ведь вот известно, что полимеры, скажем, при сдвиговых каких-то напряжениях или при наличии течения, или при наличии поля иногда, силовых полей, могут ориентироваться, тогда это дополнительные ведь какие-то свойства, анизотропии в том числе, например, должно приводить к анизотропии, вот есть ли такие какие-то работы? Да, вот безусловно, Вы правы, то есть должна ориентация учитываться, но, по-видимому, такие системы еще, так сказать, не часто изучались, поэтому каких-то результатов в этой области я не знаю. А вообще, вот вопрос анизотропии двумерной, так сказать, фазы, да, поверхностной фазы, где-то эти вопросы встречались Вам? То есть в полях или, скажем, в жидких кристаллах, то есть анизотропия вообще поверхностных свойств возможна? Да, безусловно, так сказать, это вот реальный факт, так сказать, и такие работы, безусловно, есть, но дело в том, что вот химия поверхности – это очень обширная область, и вот в наших работах пока такие системы не рассматривались, поэтому я не очень хорошо знаю литературу, но, безусловно, так сказать, работы, где рассматривались анизотропные поверхностные свойства, безусловно, есть. Спасибо. Есть еще вопрос в чате. Андрей Сухановский спрашивает, было бы чрезвычайно интересно узнать о практических приложениях, где необходим учет гетерогенных свойств? Дело в том, что, так сказать, поверхностные свойства, вот наши ацепционные пленки, они, конечно, имеют несколько приложений, так сказать, и чаще всего приложения связаны с исследованием устойчивости пены эмульсии, так сказать. Прежде всего, если практиков интересуется устойчивость пен и эмульсии, так сказать, и устойчивость пены эмульсии, она во многом определяется вот поверхностными биологическими свойствами, а гетерогенность поверхности естественно влияет на динамические поверхности и свойства и таким образом влияет. Так что можно говорить, что есть здесь некоторые практические применения. Спасибо большое. Ядрее тоже спасибо говорит. Где-нибудь еще вопросы аудитории? Пока люди думают, не знаю, могут думать и думать. Я хотел поблагодарить за доклад и за участие в нашей конференции. Борис Анатольевич, вас очень любопытно и познавательно, особенно для тех, кто этим не так тесно занимается. Можно вопрос? Да, конечно. Борис Анатольевич, скажите, пожалуйста, а насколько влияет на рассматриваемые явления искажение изменения кривизны за счет волн? За счет волн. То есть, вообще говоря, влияет, поскольку есть специальные реологические свойства, связанные с изменением кривизны. Но большинство авторов, и в том числе мы, мы старались использовать волны только малой амплитуды. И в этом случае, в общем-то, экспериментальные данные говорят, что можно пренебречь влиянием кривизны, если амплитуда достаточно мала. Но для линейных волн, естественно, кривизна нужна, так сказать, нужно учитывать кривизну. И еще один маленький такой вопрос познавательный. Насколько оправдана такая формулировка объемная упругость? Хотя мы здесь видим, что на самом деле это не упругость, это комплексная значимая величина. Но мы предпочитаем говорить о динамической упругости. То есть, это означает, что это действительно комплектная величина, которая содержит и вязкий вклад. Но вот такая цитмонология есть, и мы ее используем. Спасибо. Вот еще маленький вопрос. Борис Анатольевич, а вот все-таки явление отрицательной вязкости с каких частот примерно начинает себя проявлять? Есть довольно много работ, где отрицательную вязкость обнаруживают при частотах выше где-то 10 кГц, и даже выше, так сказать. Но есть некоторые авторы, вот в частности, это испанская школа, где определяли и отрицательную вязкость при низких частотах, то есть это несколько сот герц. Но там это эффект очень маленький, и в общем-то он близок к пределам погрешности. То есть, правильно я понимаю, это методы вот только оптические, да, на рассеивание от реплона? В основном оптические, в основном оптические. То есть характерные времена, там уже получается 10 минус 5, да, секунды воздействия? Да, 10 минус 5, может быть 10 минус 4, вот, и меньше, так сказать. То есть это уже как-то близко к френелевским временам? Да. Но есть работы, где обнаруживали отрицательную вязкость и в временах, там, порядка 10 минус 3, так сказать. Таких работ немного, эффект небольшой, но вот некоторые авторы утверждают, что они видели отрицательную вязкость. Спасибо. Спасибо большое всем участникам. Идеально даже выдержали регламент в этот раз, благодаря докладчикам. Ну и на этом наша пленарно-утренняя секция заканчивается, если кто больше ничего не хочет добавить, сказать. Спасибо всем участникам. До свидания. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...